Я являюсь партнером Фёдора Сергеевича Мудрчука по проекту «Главский кино». Не имею честь работать в компании «Артпикчерс», которая являлась производителем. Но это мои друзья и коллеги, я на них очень переживал, переживаю, и они сотрудничество с компанией «Юниверсер» подтверждают. А ещё один вопрос. Вы смотрели этот фильм? Смотрел, ничего не расскажу. Не раскалюсь. Видел на МКС. Какой зрительской аудитории вы бы его посоветовали? Да на самом деле думающий. Тем, кому было интересное исходное произведение, невозможно отделить этот фильм от произведения, от самой книги. Поэтому аудитория книги, насколько я понимаю, она очень разная. Это и молодые люди, и взрослые. Те, кто живёт с сегодняшним днём, а это возрастом не меряется. Абсолютно. Мне кажется, что от 18, наверное, до 60, вот в таком примерно диапазоне, пока ещё человек жив, и когда он уже достаточно осознан, чтобы понимать происходящее вокруг. Всё. И последний вопрос. Пожелание вашего. Пожелание кинозрительного книги. Пожелание кинозрителям. Да и интересного, увлекательного российского кино в первую очередь. Потому что кино само по себе не надо, так сказать, представлять и пытаться отрекомендовать каким-либо образом. Я бы был счастлив, если и ваши зрители, и, собственно, все российские зрители больше внимания уделяли именно российскому кино. Это важная часть национальной идентификации, культурной, и мы не можем без этого обойтись, правда. Это нужно нам всем, и зрителям в том числе. Они, так сказать, могут не до конца осознавать, насколько важно, так сказать, ходить на российские фильмы, поддерживать российских производителей, собственно, приходя туда. Но это так же важно, как сохранить российскую литературу и российскую живопись в не меньшей степени. Притом кино — это более современный, более актуальный язык, чем многие другие. Не буду сравнивать это, это было бы неправильно. Но я считаю, что кино — самый современный язык культурного общения, и его поддерживать живым, делать его живым мы просто обязаны. Всё, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.